Почему болит голова? Какие привычки провоцируют головную боль? От каких продуктов может разболеться голова? Что приводит к повышению артериального давления? Какие особенности жизненного уклада могут влиять на кровяное давление? Есть ли еда, приводящая к гипертоническому кризу? Смотрите видео до конца, попробуем разобраться, что может способствовать регулярным головным болям и стойкому повышению давления. Головные боли порой возникают просто на ровном месте, они могут носить локальный и распространенный характер, быть почти незаметными или весьма интенсивными. Связанными или нет с повышением артериального давления? Многие не знают, что повседневное привычное поведение и питание могут провоцировать как склонность к гипертензии, повышению давления, так и к появлению головной боли. Почему болит голова? Головная боль – это сигнал организма о нарушениях в получении клетками головного мозга питательных веществ, кислорода, энергии. Сами нервные клетки не имеют болевых рецепторов, болевые ощущения распространяются по сосудам и оболочкам головного мозга. Такие изменения могут происходить при спазмах и расширениях артерии головного мозга, недостаточно интенсивном оттоке крови по венам, замедлении кровотока из-за сгущения крови, нарушениях мышечного тонуса мышц верхней половины туловища и шеи, при остеохондрозе шейного отдела позвоночника, изменениях внутричерепного давления, раздражения нервных клеток токсинами инфекционной и неинфекционной природы. На фоне дисфункции центральной нервной системы, при изменении интенсивности обмена веществ. Люди не замечают, что обычные, казалось бы, их действия приводят к появлению головной боли, приводящей к ухудшению самочувствия, понижению работоспособности. Примерно у 90% людей в течение года регистрируются головные боли. Самыми распространенными являются головные боли напряжения, возникающие эпизодически и связанные с различными внешними условиями. Какие привычки провоцируют головную боль? Поведение каждого человека индивидуально. И в то же время существует целый ряд характерных особенностей, приводящих к изменениям в организме, проявляющимся головными болями. Головная боль может появляться. На фоне голодания, когда нарушается правильный обмен веществ, нервные клетки не получают необходимого количества питательных веществ, витаминов и минералов. При избыточном количестве употребляемой жидкости, которая способствует повышению внутричерепного давления, приводит к отеку межклеточных мембран и даже накапливается внутри клеток, необходимо отслеживать не только объем выпитой воды, но и количество выделенной жидкости. Если человек слишком увлекается употреблением витамина D и препаратов, содержащих кальций, передозировка витамина D вместе с гиперкальциемией приводит к известкованию сосудов, уплотнению стенок, в результате чего теряется и холостичность, нарушается кровоток. Бессистемное использование разных медикаментов, самолечение, неправильное дозирование приводит к интоксикации, раздражению клеток, а наиболее чувствительны именно клетки головного мозга. Часто возникающие стрессовые ситуации, чрезмерно активная реакция центральной нервной системы и психики на споры, стремление спознать истину, доказать правоту. Употребление алкоголя, курение – это сразу многоплановое отрицательное влияние на головной мозг в виде прямой интоксикации, сосудистых спазмов, раздражения. Гиподинамия, недостаточно подвижный образ жизни, приводит к застойным явлениям, появлению лишних килограммов, а значит снижению скорости передвижения крови по сосудам. Отчего страдает головной мозг, сигнализируя головными болями? Если неудобна подушка или матрас, то за ночь не расслабляется позвоночник, усугубляется остеохондроз, напрягаются мышцы спины и шеи. Головные боли могут возникать при использовании парфюма с резким запахом, от перепадов температур, жары или наоборот холода, наношение неудачных, неподходящих аксессуаров, очки или заколки, оказывающие давление или раздражение. После общения с неприятным человеком, либо длительного пребывания в одиночестве или в шумной компании. На фоне усталости и бессонницы. Если приходится часто напрягать зрение. Длительном пребывании в неудобном вынужденном положении. На появление головных болей длительность этого симптома, его интенсивность оказывает воздействие пища. От каких продуктов может разболеться голова? Питание определяет состояние и самочувствие человека. Часто вкусные вещества бывают провокаторами неприятных симптомов, вот и головная боль может быть спровоцирована. Напитками, содержащими кофеин, оказывающие раздражающее действие на клетки головного мозга, способствующего напряжению стенок сосудов. Кофеин, возбуждающий, действует на нервные клетки, а при его распаде образуются вещества, способные вызывать интоксикацию. Употребление продуктов и напитков с кофеином вызывает ухудшение самочувствия, появление головной боли. Кофеин содержится в шоколаде и кофе, черном и зеленом чае, газированных сладких напитках типа колы. Выдержанные дорогие сыры в процессе приготовления, длительной выдержки обогащаются таким веществом, как тирамин. Это результат гниения, разложения аминокислоты, тирозина. Он оказывает сосудосуживающее действие, приводит к изменению процессов возбуждения и расслабления, торможения в нервной ткани, токсичен. Содержится в сырах бри, чеддер, швейцарском, пармезан и некоторых других. Использование в качестве подсластителя аспартама, вещества, заменяющего сахар. В организме человека распадается с образованием метанола, который является токсином. Аспартам используется больными с сахарным диабетом, входит в состав некоторых готовых продуктов в качестве пищевой добавки. Применяется с целью уменьшения калорийности употребляемой пищи. Глутамат натрия, гидролизованный белок, казеинаты, применяемые в качестве пищевых добавок в консервах, готовых соусах, замороженных продуктах, приводят к возможному раздражению и токсическому влиянию на клетки головного мозга. Колбасы и сосиски, ветчина, буженина содержат не только глутамат натрия, но и оксид азота, сохраняющий приятный цвет и упругость, но вызывающий расширение сосудов. Продукты, в процессе изготовления которых происходит естественная ферментация, могут содержать высокую концентрацию тирамина, что вызовет приступ головной боли, а это квашеная капуста, соленые огурцы и помидоры, чайный гриб. Употребление сильно охлажденных, замороженных продуктов приводит к резкому спазму сосудов, провоцируя сильную головную боль. Избыточное употребление соли, соленые продукты, разные консервы, овощные и мясные, полуфабрикаты за счет поступления хлорида натрия вызывают электролитные изменения в организме. Нарушение водного баланса, приводящее к головным болям. Употребление в пищу трансжиров и фастфуда стимулирует неправильный обмен веществ, накопление токсических ингредиентов, приводящих к возникновению тяжести и боли в голове. Постепенное уменьшение употребления этих продуктов питания, увеличение количества свежих овощей и фруктов приведет к улучшению самочувствия и уменьшению кратности приступов головной боли. Головная боль может быть симптомом повышения кровяного давления. Высокое артериальное давление, часто бывает спровоцировано самим человеком. Хотите узнавать о наших выпусках своевременно? Подписывайтесь на канал! Что приводит к повышению артериального давления? Кровяное давление определяется интенсивностью работы сердца и состоянием сосудов. Это сила, с которой происходит воздействие крови на сосудистые стенки. Среди повседневных привычек часто присутствуют те, что вызывают всплеск показателей кровяного давления. К нарушению в работе сердца и сосудов, повышению уровня холестерина в крови, а значит к гипертензии приводят. Курение и употребление алкогольных напитков, никотин и отиловый спирт, токсические вещества, оказывающие раздражающее действие на стенки сосудов и миокард, приводящие к сгущению крови, замедлению кровотока, снижению энергетического потенциала и количества доставляемого кислорода. Организм, компенсируя эти проблемы, повышает артериальное давление. Привычка поздно ложиться спать не оставляет ничего другого для тела человека, как повышать кровяное давление, чтобы восстановить неправильно запущенный из-за сбоя биоритмов метаболизм. Переедание и как исход этого ожирения заставляют сердце работать с повышенной интенсивностью, поскольку возрастает площадь тела, увеличивается количество мелких сосудов, клеток на периферии, требующих своевременной доставки питательных веществ, энергии, кислорода. При ожирении страдает очищение ткани и выведение токсинов, что также приводит к высоким цифрам артериального давления. Малоподвижный образ жизни, отсутствие достаточной физической активности приводит к застою, появлению отеков, нарушению обмена веществ, появлению проблем с кровотоком. Нервные стрессы, повышенная раздражительность, неумение держать себя в руках, накопление негатива стимулируют выработку в организме веществ, стимулирующих повышение кровяного давления. Какие особенности жизненного уклада могут влиять на повышение давления? Жизнь каждого человека протекает в соответствии с определенными навыками и привычками. Какие же из них могут провоцировать гипертонию? Неправильное питание, желание все досаливать, есть много жирной пищи, соленостей, сладостей, свежей выпечки, объедаться конфетами и в чрезмерном количестве пить кофе. Не есть ничего на завтрак, зато наедаться в ужин и перед самым сном. В выходные дни лежания на диване, сидения у компьютера, поездки исключительно в автомобиле. Ежедневное употребление спиртных напитков несколько раз в неделю, чаще по пятницам. Обильное применение для расслабления алкоголя с последующим страданием от похмельного синдрома. Курение более 10 сигарет в день, курение ночью, утром натощак. Никотин очень быстро оказывается в крови и воздействует на ткани сердца и мышечную стенку сосудов. Частое времяпровождение в шумных компаниях, ведение разговоров на повышенных тонах, использование красноречивых жестов. Чрезмерное участие в событиях, не имеющих значения для конкретного человека. Переживание о вымышленных героях произведений, художественных фильмов. Лишь иногда прогулки на свежем воздухе. Отсутствие привычки посещать парки, бывать в лесу, проводить время за городом. Как следствие, избыточное влияние загрязненного воздуха мегаполисов. Недопустимо редкие периоды, выделяемые для отдыха. Постоянное проведение времени на работе, без выходных и отпуска. Повышенное напряжение, избыточные физические и умственные нагрузки. Недосыпание, продолжительность сна менее 6 часов, ранние подъемы в утренние часы и позднее укладывание в кровать вечером. Есть ли еда, приводящая к гипертоническому кризу? Гипертонический криз – это резкое повышение артериального давления, сопровождающиеся головной болью, тошнотой, рвотой, не приносящие облегчения, дискомфортом в области сердца. Конечно, резко к таким проявлениям еда привести не может. Но медленно подводить к тому, что давление начнет подниматься, появятся различные сосудистые реакции. Произойдет нарушение в деятельности сердца и головного мозга, перестанут работать правильно почки, могут некоторые продукты. Особенно если употреблять их в большом количестве и достаточно регулярно. Питание – основа жизни. Именно с едой человек получает все необходимые для правильного метаболизма, а следовательно жизнедеятельности вещества. То, что каждый ест оказывает влияние на здоровье, интенсивность кровотока, а значит и кровяное давление. Повышают давление большое количество жидкости, особенно при недостаточной фильтрации ее почками, что приводит к задержке выведения воды и появлению внутренних отеков, увеличению количества циркулирующей крови. Соль, хлористый натрий приводит к удержанию воды в клетках и межклеточном пространстве, стимулирует нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Кофеин, который содержится в кофе, чае, какао, шоколаде, коле и пепси, приводит к возбуждению, напрягает тонус нервных клеток, повышает давление. Блюда и продукты, обладающие высокой калорийностью, содержащие жиры и сахара, выпечка и мясные деликатесы, сладости, молочные продукты с повышенной жирностью. Все жареное, пряное, острое, избыточно соленое и кислое. Анализируя пищевой рацион, не следует полностью отказываться от привычных любимых блюд. Стоит пересмотреть периодичность их употребления, количество, предназначенное на одну порцию. Если гипертония все чаще дает о себе знать, то желательно применять специальную диету, которая позволит, скорее всего, даже отказаться от гипотензивных препаратов. Резко ограничить соль. Исключить все, что содержит пищевые добавки. Ограничиться кофе из цикория или без кофеина. Готовить только в духовке, в кастрюле или на пару. Не покупать консервы, солености, копчености, выпечку, сладости. Полностью и навсегда отказаться от фастфуда. Никогда не пить газированные сладкие напитки, пакетированные соки, энергетические напитки. Соусы делать только домашние, не покупать майонез и кетчуп. Больше свежих овощей и никаких замороженных полуфабрикатов. Прочь алкоголь. При повышении артериального давления основы рациона должны составлять овощи и фрукты, морская рыба, нежирная сорта мяса. Допустимо употребление орехов и семечек, травяных чаев. Правильное питание, здоровый образ жизни позволяют поддерживать эффективную работу сердца и сосудов, нервной системы. Анализ своих ежедневных привычек и диеты может открыть тайну повышения артериального давления и частых головных болей. Человек может улучшить свое самочувствие, не употребляя медикаментов. Необходимо только немного поменять образ жизни и продуктовую корзину.